Дело было в другой стране и в другое время. Тогда мы изучали историю, математику и много чего интересного. И из истории, помнится, по-моему, Архимед сказал, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Сначала фраза была немножко непонятная, но потом оказалось, что без инструмента, без точки опоры перевернуть мир невозможно. Естественно, страна поменялась и стала совсем другой. В чем-то хуже, в чем-то лучше. Но тот бы инструмент, в смысле, этот бы инструмент в то время, тогда бы за точкой опоры бегать бы не пришлось. А сегодня точка опоры, то есть место, где есть весь инструмент, это Академия инструмента Карла Маркса 194. Не просто Академия, а высшее учебное заведение, причем в котором преподают, точнее продают, придают вашему инструменту всевозможной конфигурации и неисправную в том числе. А чего говорить про новый инструмент, которого здесь более чем предостаточно. И если раньше инструментом работали, то есть производили действия, то сейчас инструмент работу ускоряет на порядок отой-два. Конечно, при работе навык нужен, но с другой стороны и не каждому. Не каждый ведь понимает, что головой и руками работать уметь надо, далеко не каждый. Хотя навыки прививались вроде в школе, но не ко всем прилипло. Перечислять все инструменты и приспособления смысла нет. Но если вам что-то надо сделать побыстрее, то дорога сюда. Умелые и находчивые здесь найдут то, что нужно. Здесь регулярно пасутся как профессиональные типа строители, так и не менее одаренные новички. Так чем же отличаются любительские инструменты от профессионального? Любительские от профессионального отличаются, во-первых, тем, что нагрузку на профессиональный дается больше, а на любительские дается меньше. То есть, соответственно, если вариант любительского инструмента, то надо давать чаще возможность, если взять бензо или электропилу, ей надо давать остывать. То есть, как бы профессиональная, она уже предусмотрена для большой нагрузки. То есть, там идет и мощность зависит, и длина полотна, какие цепи там, допустим, это все такого плана. То получается, что если, допустим, для валки леса, то надо более мощную брать. Это хоскварны, штили, бензопилы идут. То есть, там уже от мощности, от моделей зависит. Более слабшие, они идут как сучка реза. То есть, и так же их можно использовать и в любительском, для домашнего варианта. То есть, это берется самая слабенькая, так скажем, пилат на 1,3 кВт, на 1,6 кВт. И вполне достаточно для дома. Любительский вариант, то есть, это как паулан-партнеры бензопилы такого плана. Гарверы, они идут для домашнего использования, для небольшой нагрузки. То есть, надо следить. Самое главное, это в любой пиле, что в любительской, что в профессиональной. Это, если бензиновая, то правильный развод масла соответствовать этому всему. Нормальное чистое масло для цепей заливать, для смазки цепи, чтобы было масло чистое, не отработка, все это. То есть, если соблюдать все эти требования, даже любительский вариант вам прослужит долго и долго. Это же относится и к электроинструменту в том числе? Да, и к электроинструменту это относится. То есть, как бы, допустим, более дешевые варианты, которые любительские, они уже проверены временем. То, что у нас, как говорится, в магазине уже не осталось того ассортимента, который некачественный инструмент, уже проверено на организациях. То есть, тот же любительский вариант, он выдерживает большие нагрузки. То есть, организации уже очень много-много накупили инструментов. То есть, они перешли, допустим, с Макиты Боша на тот же Калибр. Калибр Московский завод. Запчасти идут все так же, как всем известно из Китая. То есть, как бы, качеством уже это доказано, временем проверено. То есть, как бы, ничем не уступает. Ну, про Китай тема отдельная, их все-таки 2 миллиарда, да, поэтому спорить с Китаем это глупо. Давайте с теми, кто спорит и доказывает о том уже, такие прописные истины, что вот только профессиональным инструментом я сделаю ремонт. Если человек захотел себе сделать ремонт в квартире, он может себе, ну, вообще не попадать на большой дорогой инструмент, получается, так ведь? Конечно. Не обязательно дорогой брать инструмент. Можно также взять тот же самый дешевый инструмент. Если соблюдать правила эксплуатации, то прослужит долго. Теперь заметим. Здесь товароведы настолько одаренные, что дешевый, даже относительно инструмент, крайне надежен. В Академии инструмента вообще правильный настрой именно на надежность. И случаи возврата и брака крайне редки. Скорее, владелец полезет и изломает, используя его неправильно и не по назначению. Хотя мощная ремонтная база справляется и с такими задачами. Итак, профессионалы могут работать инструментом, предназначенных для тысяч и даже миллионов квадратных метров. И такое бывает, что инструмент просто не хочет сломаться, если он приобретен здесь, в Академии инструмента, что на Крилл Маркс 194. Ну, естественно, не каждые ручки бывают не шаловолевыми. И шаловолевые ручки, естественно, доводят инструмент до состояния безобразия. Хотя, любую технику можно отремонтировать. Теперь для того, кто хочет дешево, не всегда быстро, но очень качественно, и своими руками сделать ремонт. И такая возможность есть. Если мы берем, допустим, бытовой, в смысле любительский инструмент, за тысячу, за пятьсот рублей, есть и такой, тысяча пятьсот, две тысячи рублей. То есть, общее количество инструмента, это шпатели, это валики, это кисти, это лобзик, это болгарка, это шуруповерт, это дрель. Что там еще? А, ну и пила, естественно. И все это, в принципе, можно уложить в сумму 10 тысяч рублей. То есть, сумму эквивалентную затрату на материалы на одну комнату. Естественно, все это прослужит гораздо дольше. И вспомним начало сюжета. Дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. То есть, у вас есть инструмент, делайте ремонт сами. Правда ради, необходимо заметить, что нужно еще и время. Однако, если к этому вопросу подходить с умом, не торопясь, то возможно все. Инструмент от Академии Инструмента призван же как раз это время-то и экономить. И в завершении про экономию. Вы когда в последний раз на базар-то ходили? Картошечка, 250 рублей ведерочка, и не 10-литровая, нормально, да? Мотоблок 25 тысяч. Ну, может быть, дороже, может быть, дешевле. То есть, в большой семье он окупится быстрее, чем за год. А если посчитать еще и морковку, капусту, свеколку и много чего остальное, то выгода более чем очевидна. Я не стал еще считать стоимость ремонта вашего позвоночника, потому что миспозвонковые диски ремонтируются, но цена вопроса совершенно другая. Она в тысячах долларах измеряется. Естественно, работать инструментом специализированным удобнее, приятнее и быстрее. Поэтому задумайтесь, если вы все-таки любитель грамотного подхода к жизни, то есть делать все своими руками, есть все собственного огорода, и при этом экономить. А сэкономленные деньги тратить на другие, более полезные и приятные вещи, как, например, зарубежные поездки. Продолжение следует...